В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в республике по состоянию на 2 ноября достигло 10 956 человек. За сутки подтвердили 93 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин на еженедельном оперативном совещании. Его провел глава Башкортостана Радий Хабиров. Всего выздоровели 9886 человек. Это 91% от всех заболевших. Тесты на COVID-19 сдали уже более 1 миллиона 300 тысяч человек. В медицинских учреждениях Башкортостана подготовили и оборудовали 4680 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 18%. Помощь первичному медицинскому звену оказывают ординаторы и студенты выпускных курсов Башгосмедуниверситета. В больницах Республики уже работают 1277 ординаторов, из них 116 в COVID-госпиталях. На прошлой неделе в поликлинике дополнительно направили 567 ординаторов. В преддверии очередной волны сезонных заболеваний Республика получила 26 тысяч доз вакцины от пневмококковой инфекции. И со 2 ноября начинается вакцинация пожилых людей и тех, кто находится в зоне риска. Глава Башкортостана озвучил ряд новых решений по противодействию распространения коронавируса. В частности, в Республике ужесточают масочный режим. Контролировать его соблюдение в общественных местах будут межведомственные группы, а нарушители привлекут к административной ответственности. Школьные каникулы в Башкортостане продлили до 9 ноября. Волонтерский колл-центр Башкортостанского отделения партии «Единая Россия» с начала пандемии коронавируса принял обращение более 90 тысяч жителей республики. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров. С 22 октября стартовала акция с заботой о врачах, в рамках которой 2500 медицинских специалистов получили чайные наборы, а 1500 малоимущих пациентов – необходимые средства гигиены. 6 ноября фельдшеры Уфимской скорой помощи получат 800 комплектов термобелья под костюмы индивидуальной защиты, чтобы было комфортно работать в холода во время вызовов. Кроме того, в этот день подвели промежуточные итоги программы «Башкирские дворики». В 2019 году в рамках программы «Башкирские дворики» в республике благоустроили 400 дворовых территорий на сумму 1,7 млрд рублей. 295 дворов приняли на баланс муниципалитетов. За состояние еще 105 отвечают управляющие компании. В 2020 году в рамках программы «Башкирские дворики» благоустроят 380 территорий на общую сумму 1,7 млрд рублей. Ради Хабиров поручил контрольному управлению главы Башкортостана подготовить доклад о ходе реализации программы в этом году. Презентация научно-методических пособий и материалов по истории северо-западных «Башкир» в рамках проекта «Безбашкортлар» Института стратегических исследований Республики Башкортостан при поддержке фонда содействия гражданскому обществу прошла в Центральной районной библиотеке 29 октября. Подтвердительные грамоты, которые только подтверждали то, что до этого было. Понимаете? На встречу с научными сотрудниками были приглашены музейные работники, учителя истории родных языков. Основная цель проекта – сделать историю народности Башкортостана доступной для всех, чтобы каждый желающий мог подробнее узнать о своем роде. Об этом рассказал руководитель Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан Юлдаш Юсупов. Я представляю в данном случае не только института стратегических исследований, но и целый ряд таких проектов, направленных на изучение народа Башкортостана этому уделяется со стороны и наших общественных организаций, и со стороны, ну вы знаете, здесь представители, и я в том числе, и это общество краеведов, это организация «Безложка Клара общественное движение». То есть и Всемирный курорт Тайбашкир уделяет большое внимание краеведческой работе, изучению своих корней, родной семьи и так далее, своего края. И также большое внимание уделяется со стороны правительства. Общественная организация «Аноши Жире», она тоже реализует свой проект. Да, вот этот справочник, который вы держите уже в своих руках по Янорульскому району, это реализована общественной организацией, научно-общественной организацией. «Безложка Клар» — это брошюра, которая доступна в простой форме. Ученые пытаются объяснить, как работать с родословными, как работать даже элементарно по реконструкторским движениям. Все-таки краеведение — это большое понятие. Оно охватывает не только, вот мы привыкли, вот работа со сложными документами, достаточно скучными и так далее. На самом деле краеведение — это и реконструкторское движение, создание своих мили-КМД, реконструкция этого, создание. Это и картография, это и топонимика нашей Родины, да, как урочище назывались и так далее. То есть, все изучение этого всего богатства — это и есть краеведение на самом деле. Он представил проект «Карта башкирских родов и деревень северо-западного Башкортостана». Карта полностью опирается на документальные источники и отражает историю расселения башкирских родов, начиная с массовых переселений XIX века. Научно-методическое пособие «Бесбашкуртлар. Янаульский район. По демографии, историю и культуре Башкир Янаульского района» презентовал старший научный сотрудник Института стратегических исследований, кандидат философских наук Рафиль Асылгужин. Участники встречи с интересом слушали лекторов. В этот день они открыли немало новых, доселе неизвестных страниц истории башкирских родов, их культуру, быта и традиций. Карта посвящена территории всего исторического Башкортостана, всего расселения башкирского народа. Но здесь, в частности, у нас карта по северо-западному региону республики Башкортостан, куда относится и Янаульский район. На этой карте четко видно, в каких деревнях, какие родовые группы башкир проживают на территории Янаульского района. Большая часть Янаульского района мы знаем, это зона компактного расселения башкир родовой группы «Уран». И на восточной окраине района, ближе к Таташлинскому району, на границе Таташлинскому району проживают гирейцы, точнее, урман гирейские башкиры. Основная моя работа, все-таки, в Академии НУК я курирую проекты инициативного бюджетирования, сейчас не по ПМИ. То есть, это моя основная направленность, я юриспо образовали. Но то, чем мы сегодня презентуем, это краеведение, это история, история родного края. Это очень интересно, это затягивает. И вот мои коллеги, мы работаем, это как это наше призвание, и это наше хобби, и это наша, скажем так, страсть, скажем так даже. То есть, это то, что затягивает. И наши мероприятия всегда традиционно проходят очень горячо, очень проходят в душевной, скажем так, обстановке, потому что людям это нравится, это история, самая близкая история, история ихнего народа, история ихнего села, история ихнего конкретного рода. Не какие-то абстрактные там, история Китая, Греции древней, а это история того, что конкретно их касается. Директор Музея истории города Уфы Тимур Ильясов познакомил с сайтом «Ваш архив». В нем представлены документы переписи населения разных лет. Сайт был создан для того, чтобы любой человек, интересующийся историей родного края, мог легко найти нужные документы и составить свою родословную на основе имеющихся сведений. В ходе встречи затронули вопросы истории, культуры, особенности быта и речи местного населения. Участники обсудили актуальные темы, среди них особенности местного диалекта. Северо-западный диалект – это территориальный вариант башкирского языка. Основу слов диалекта составляют литературные башкирские слова. Главное отличие – это переход согласного «с» на согласный «ч» и согласного «х» на согласный «с». Например, в диалекте «окшарлак» на литературном языке «оксарлак», в диалекте «сарамсак» на литературном «харамхак». Этот диалект научно начали изучать только в 30-х годах прошлого века, но до 90-х годов вопрос об этом диалекте оставался открытым, не был решенным. В этом году впервые международный башкирский диктант прошел в онлайн-формате, но не только это. Также впервые в этом году была возможность написать этот диктант на северо-западном диалекте башкирского языка. Северо-западный диалект также сравнивают с татарским средним диалектом. На этой основе возникает очень много споров на сегодняшний день. По-моему, в этом вопросе большое внимание нужно уделить национальному самосознанию. Человек как себя идентифицирует представителем какой народности, какой нации, от этого нужно отталкиваться. У каждой нации, у каждого народа должна быть возможность изучения своего родного языка и возможность говорить на своем родном языке. Как отмечают сотрудники центра, главная цель представленных пособий и сборников в простой и доступной форме подсказать читателю, как можно больше узнать о прошлом своей семьи и предков. Большое внимание уделено местным особенностям быта – этнографии западных и северо-западных районов республики. Гульнара Сиддикова, Артур Файзулин, Служба новостей, Янаульского телевидения. Минувшей ночью в двух районах Башкирии сгорели двое мужчин. В ночных пожарах 3 ноября в жилых домах погибли жители Чикмагушевского и Баймахского районов республики. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. Ранее 31 октября пожар произошел в одном из домов села Поляковка в Довлекановском районе. В тушении огня участвовали 16 сотрудников ФЧС. Привлечено 7 единиц техники. К сожалению, пожарные обнаружили в домах тела двух погибших женщин. В середине октября трагедия едва не произошла и в нашем районе. Субботним днем в одной из квартир в доме по улице Некрасова произошло возгорание. Подробности далее. Случился пожар в пятиэтажном доме. Источник огня находился на втором этаже. От данного пожара задымилась лечная клетка. Жители, находящиеся в это время на третьем, четвертом, пятом этажах, испытывали трудности выхода из здания. Просили в окнах о помощи. По вызову дежурное подразделение, прибыв на место, организовала эвакуация людей. Спасали, надев спасательные аппараты, дыхательные аппараты. Прибыл подъемник, который дежурил по графику на выезды. В таких случаях всего было спасено 26 человек. Ну, как назло, вот данный месяц у нас лестница, автолестница находится на капитальном ремонте в Уфе. Но для того, чтобы не оставить просящих, а находящихся в беде людей, был составлен график дежурства тех автомобилей специальных, которые могли нам помочь. Это три предприятия. И в данном случае в графике был автоподъемник электрических, и науческих электрических сетей. Но, значит, справилось подразделение, справилось. Значит, были помогающие, активные. Мы некоторых отметили. И даже попросили письмом администрацию отметить данного товарища. Для данного периода очень характерно, значит, применение теплогенерирующих приборов, аппаратов, печек. Часто пожары случаются там, где не обращают внимания на состояние этих печей, приборов. Спустя рукава, значит, подключаются на аварийные электросети. Сами изготавливают теплогенерирующие приборы. Все это приводит, к сожалению, к печальным результатам. Я бы призвал жителей нашего района использовать только сертифицированные заводковые изготовления теплогенерирующие приборы. Это вас обезопасит от несчастных случаев. По всей стране ужесточили масочный режим. Масштабные рейды проходят и в нашем регионе. Дружинники и волонтеры выходят на улицы города, проверяют торговые центры и проводят профилактические беседы. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в местах массового пребывания людей. В общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. А в магазинах, финансовых организациях и в МФЦ использовать маски и перчатки. Усиливается режим дезинфекции на объектах торговли, общепита в транспорте. Ужесточается и контроль за его исполнением. Не исключено, что на улице городов вернутся машины с громкоговорителями. Комиссия проинспектировала несколько торговых точек города. Согласно указу главы Республики Барсестан, объявили масочный режим. Нами сегодня совместно с КДН, с полицией и ГОЧС организованы совместные рейды. Прошли мы четыре магазина, составили один протокол. Человек находился без маски. Работа продолжается. Всех призываем, чтобы носили маски и перчатки в общественных местах. И это, пожалуй, все главные события к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. Ветер южный, юго-западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 2, минус 1. Днем плюс 2, плюс 6. По данным МЧС, в республике ожидается малооблачная погода. Ветер южный, юго-западный 3,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0, минус 1. Днем плюс 1, плюс 7. Берегите себя. Одевайтесь теплее. 4 ноября. День воинской славы России. В этот день, в 1612 году, народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Силами 1-го и 2-го ополчений князь Пожарский вступил в Китай-город с казанской иконой Божьей Матери, покровительницей Отечества. Освобождение Москвы – решительный момент преодоления смуты в борьбе за свободу и независимость. Продолжение следует...